Убедитесь, что ваши дети проводят время с друзьями и семьей в реальности. Не давайте им утонуть в виртуальном мире интернета, сотовых телефонов и тому подобного. В наши дни дети стали очень зависимы от телефона. Это замедлит их развитие и расцвет. Поэтому важно, чтобы они знали, как разумно использовать сеть, интернет или телевидение. Часто родители садят детей перед телевизором, ставят им мультики, а сами продолжают работать. И дети со своим маленьким мозгом днем и ночью смотрят мультики. И их ум забивается впечатлениями, а потом у них появляется синдром недостатка внимания. Все эти расстройства связаны с мультиками, видеоиграми. Так что убедитесь, что ваши дети независимы от видеоигр. Это очень важно. И обучайте их классической музыке. Заинтересуйте их классической музыкой. Заинтересуйте их йогой. Заинтересуйте их спортом и гимнастикой. Пусть их таланты... Пусть в них расцветает множество различных талантов. Обратите на это внимание. Понимаете? Дайте им возможности в различных областях и сферах жизни, чтобы они смогли выбрать себе карьеру. Если они будут заниматься только определенной дисциплиной, они застрянут на ней. Но когда дети открыты многим дисциплинам, спектр их интересов расширяется, и они могут выбрать, что хотят, когда вырастут. Да? Итак, нужно развить множество различных талантов в детях. Вот на чем нужно сфокусироваться. Если вы видите, что они слишком много играют с чем-то одним, мягко направьте их в другую сторону. Да? Чтобы не было чересчур много чего-то одного. На санскрите есть поговорка, которая означает «избыток в чем-то одном – плохо». Запомните это. «Редактор» Субтитры создавал DimaTorzok